Девушки отдыхают Что потребовали представители альянса от россиян и что на заседании говорили об Украине? Президентство не помогло. В Бразилии бывшего главу государства приговорили к тюремному сроку. За что и какой скандал грозит Израилю? В правительственном квартале сегодня решалась судьба важнейших реформ евроинтеграции и отдельных нардепов. Так что территория в несколько сотен метров оказалась и зоной политических конфликтов, и депутатским рингом, и площадкой для рукопожатий. Все требовали от Киева преобразований. Но для начала пёстрая картинка сегодняшнего дня в нескольких кадрах. И в Раде, и возле Рады у каждого свой перформанс. Радикалы палят дымовые шашки и швыряют яйца в нардепов. Медики ходят с кровавой фигурой, как символом реформированной медицины. Педагоги машут транспарантами, требуя отмены реформы образовательной. Депутаты сходятся в рукопашной и блокируют трибуну. А буквально в сотнях метров европейские топ-чиновники торжественно вручают топ-чиновникам украинским заветное соглашение об ассоциации с ЕС. В знак того, что Киев прошёл испытание. Но с оговоркой, что Брюссель по-прежнему ждёт перемен. Итак, стяги разных полицил, и радикальных, и вполне умеренных, развивались совсем близко от флагов Евросоюза, установленных в честь саммита Украина-ЕС. Собрались в центре столицы несколько тысяч митингующих. Во что вылились масштабные протесты и как реагировала полиция. Подробнее в сюжете. С утра возле Рады начали собираться недовольные активисты. Вместе с ними полиция оцепила Мариинский парк. Накипело тут у каждого. Учителя требуют повышения зарплат, пенсионеры – пенсии. 2010 года я на пенсии. Пенсия на данный час становится 1147 гривен. Я 21,5 года отдала МВС, за что маю пенсию, которая ниже всех возможных прожитковых минимумов. Сегодня час Х. У Верховной Рады Украины есть наша правка, которая предпочитает почти 400 миллионов на месяц, необходимых для того, чтобы этим людям, которые ледко живут, которые отдавали своё життя и рисковали своим життям, борются против коррупции и борются за закон, так вот им подвищать пенсию, осуществить пенсию, чтобы довести их хотя бы до какого-то благоразумного уровня. Если не будет проголосовано соответствующих изменений в бюджете, мы готовы разбивать наметы под Кабинетом министров Украины, под Верховной Радой Украины, и мы готовы там жить. Но самыми активными оказались те, кто требовал снять неприкосновенность депутатов. Тут и представители Азова, и Свободы, и Автомайдана. На дорогу бросали дымовые шашки, а машинами заблокировали вход в Раду. Полиция попыталась убрать автомобили, но активисты просто так не сдались. В итоге произошла стычка. Митингующие зажгли фаеры, а полицейские в ответ пустили в ход газовые баллончики. Под горячую руку попал нардеп от БПП. Автомайдановцы забросали Олега Барну яйцами, когда он выходил из здания Рады. Мол, получил за то, что не проголосовал за снятие неприкосновенности и арест его коллег. Речь идет о Бориславе Розенбладе и Максиме Полякове. Сам Барна произошедшее считает диверсией. Питания претензий, которые выставлялись, были очевидны от людей, которые были запрограммованы на диверсию, на провокацию. Вводится, выважьте их в Лайно или какие донецкие сувки. И выважьте, стадо, мы в Чезраю кидают сына одного. Дестабилизация ситуации парламенту, доказать его неудачность до работы, чтобы заставить Украину теперь выбор. А вот активисты от национального корпуса с дымовыми шашками двинулись к офису интернет-компании, которая, по их данным, занимается предоставлением хостинга для сепаратистских сайтов, и устроили дымовое шоу. В итоге полиция прибыла и туда. Вот только возникает вопрос, как в МВД допустили такие действия в правительственном квартале, где сегодня проходит саммит Украина-ЕС. А в самой Раде тоже было неспокойно. Как нерадивые студенты за день до экзамена, нардепы пытаются объять необъятное. Принять законопроекты о реформах пенсионной и медицинской, утвердить новую редакцию Конституционного суда и еще с десяток не менее важных вопросов. И тут, конечно, без традиционных парламентских демаршей не обошлось. Подробнее Ирина Романова. После вчерашнего прогула в Раду подтягиваются депутаты, которых во вторник лишили иммунитета. Я вчера сам ходил в НАБУ. На жаль, меня не допытывают. Я сегодня был в Генеральной прокуратуре. Пришел на работу и Михаил Добкин. Оппозиционеру сегодня предстоит такая же процедура, как и его пяти коллегам. Сам нардеп не исключает худший вариант. Арест прямо в сессионном зале. У меня в машине лежит тревожный чемоданчик, потому что я уже знаю, что необходимо, чтобы было с собой. Спортивный костюм, кроссовки. Ну, естественно, зубы чистые по утрам. Депутаты тоже чистые. Понервничать Добкину сегодня придется. А вопрос о привлечении его к уголовной ответственности запланирован на 17.00. Мы не будем поддерживать то, что, во-первых, вважаем, что справа абсолютно надумана в 10-летней давности. А самое главное, что это черговое шоу, чтобы отвлекти увагу общества от тех экономических и политических проблем, которые есть в стране. Нужно принять закон о ликвидации недоторганности всех. От президента, судей, парламентарей. И тогда таких вопросов не будет. Кроме вопроса снятия иммунитета, в повестке дня несколько десятков законопроектов. Сначала организационное утверждение плана работы следующей сессии с 5 сентября по 2 февраля и продление нынешней. Трижды спикер ставит предложение емцы на голосование, но депутаты упрямо не желают перетруждаться. Не поддерживают они идею ударно поработать сегодня, без обеда и до упора. Не успевают перейти к повестке дня, как фракция «Самопомощь» и «Батьковщина» просят о перерыве. Позже оглашают свое решение. «Самопомощь» за поддержку фракции «Батьковщина» и других депутатов пропонует... ...почти с изнятя недоторканности с пана Добкина продолжить ухвалением закону про обмежение недоторканности. Андрей Порубий призывает все же придерживаться повестки дня для начала внести десяток законопроектов. Один из них – о противодействии угрозам над безопасностью в информационной сфере. Этот законопроект позволяет блокировать сайты без решения судов по решению прокурора или даже следствия, если на этих сайтах найдется информация, которая подходит к визначению так называемого технологического терроризма. То есть, любая человек, которая пытается влиять на органы государственной влады, например, этот митинг, который мы сейчас видим под стены Верховной Рады, может быть признан технологическими террористами. А эти средства массовой информации, которые выясняют эту деятельность, могут быть заблокованы без решения судов. Документ, впрочем, в повестку дня не попадает. Но и без него сегодня есть над чем попасть, в частности, до новой редакции закона о Конституционном суде, который Рада рассматривает во втором чтении уже в третий раз. Мне кажется, что все безвинятные дискуссионные вещи сняты в этом законопроекте. И был бы очень вдячен, если бы мы его поддержали. Депутаты от самопомощи Батьковщины БПП имени Фракционная призыву коллеги не внемлют. Блокируют трибуну и выкрикивают в мегафон свой. Начать со снятия иммунитета. Первый вице-спикер не выдерживает. Не взрывайте работу парламенту. Сядьте на месте и выполните вашу работу. Авторы поправок законопроекту, их почти 600, озвучивают свои предложения. Их перекрикивают с трибуны в мегафон. После двухчасовой какафонии, наконец, приступают к голосованию. 245 за закон принятым. Оппозиционный блок поддерживает, несмотря на то, что определенные противоречия в этом законе есть. И, конечно, увеличиваются возможности влады по впливу на Конституционный суд. Но мы считаем, что доцельно делать реформу. Новая редакция, кроме изменения структуры и полномочий суда, предусматривает проведение конкурса на должность судей. Но это в перспективе. Сегодня же нардепам тоже пришлось выбирать независимого аудитора НАБУ из четырех кандидатов. Александра Яновская, Сергей Гончаренко, Марты Борщ и Карлоса Кастреса. Голосов не хватило никому. Спикер отпустил нардепов на обед. После перерыва в планах изменения в бюджет, пенсионная и медицинская реформы. Последнюю, впрочем, не подписала глава профильного комитета Ольга Богомолец. Она преобразование не поддерживает и должна была выступать по этому вопросу. В перерыве Богомолец почувствовала себя плохо, поднялось давление и она потеряла сознание. Нардепу везла скорая. Атака, предложенная Минздравом реформа не по душе, не только Богомолец. Медичная реформа в том выгляде, в котором она пропонуется, она неприпустима. Фракция оппозиционного блоку принципово голосует за все вопросы, которые могут покращать жизнь людей. Вопросы, на которых мы сейчас сосредоточимся, это то, чтобы увеличить социальные стандарты. Против выступаем нынешних тарифов и требуем их скасывания. Вопрос о коммунальных тарифах в сегодняшней повестке дня нет. Что касается изменений в медицинской сфере, то они вызвали неоднозначную реакцию не только в парламенте, но и за его пределами. Ирина Романова, Анна Каменева, подробности, телеканал Интер. А за пределами Рады против медицинской реформы митинговали сразу несколько тысяч человек. Сорудники скорых, врачи и фельдшеры. Все они из конфедерации свободных профсоюзов. Говорят о катастрофических последствиях возможной реформы и не боятся обозначить главную виновницу. Ее прообраз, окровавленная фигура, шествует вместе с участниками акции от парламента до Минздрава. Но чиновники в профильном ведомстве хранят молчание. И митингующие прибегли к радикальным действиям. Подробнее в нашем материале. С раннего утра в Мариинском парке дежурят несколько бригад скорой помощи. Пока их коллеги, медсестры, фельдшеры и доктора из других городов собираются на масштабную акцию против медицинской реформы. Невролог Василий Штибаль сегодня оставил своих пациентов. Уверяет, большинство из них рискует и вовсе остаться без медицинской помощи, если реформа будет принята в нынешнем виде. За аппендицин кто-то может заплатить 5000 долларов. Оплата лекаря, медсестры, аэнстезистка, а это медикаменты, все. Вы приходите до меня на прием, я говорю, мой огляд стоит 1000 гривен. Хочете платить? Нет, до побачки. Количество участников акции растет с каждой минутой. Претензий к Минздраву масса. Помимо старых проблем, низких зарплат, отсутствия в больницах лекарства, оборудования, врачи всерьез опасаются появления новых, связанных с реформой. Работники скорой возмущены идеей заменить их парамедиками, задачей которых будет не поставить диагноз, а довести до больницы. Представьте ситуацию, согласно парамедикам, все больные должны быть госпитализированы в стационарах. У нас больницы просто не выдержат такой нагрузки. Вы можете себе представить, у нас в городе Запорожье за сутки где-то около 700 вызовов. Мы оказываем первую помощь, давление, головная боль, температура. Мы все это сделаем на дому и все. А в больнице их просто ждет куча анализов, куча денег на анализы. Но они просто это не смогут, и люди гибнут. Мы подавали заявку до 2000, и выявляется, пришло, и приехало из региона на эту акцию уже больше 5000 людей. И ясно, что люди еще подтягиваются. Мы сделали заклик, и даже сами не ожидали, что люди настолько стурбованы станом справ в медицине в Украине. Первая вимога уже так болела, что люди требуют отставки, выполняющих обязательства министра охраны здоровья, пані супруга. Второе, понятно, что нужно выкидать этих людей, которые здесь засели в этой будильнике, и они не понимают, что они делают. В бюджете Украины на этот год закладено 6 миллиардов гривен на централизованную закупивлю леков для наших медицинских закладов. В медицинские заклады не поступило никаких леков. Ноль. Зеро. Как ликовать людей? Несколько часов под дверями Минздрава толпа ожидает ответа от главы ведомства Ульяны Супрун. Выйдет у людей. Но так и не дождавшись, митингующие уходят к стенам Верховной Рады в сопровождении облитой кровью фигуры в маске и с косой, как прообраз главной реформаторши. Недовольные законопроектом есть и по ту сторону кордона правоохранителей в стенах парламента. Реформу медично проводить необходимо. Это однозначно. Но мы на сегодняшний день не видим, какую модель пытаются запровадить сегодня Министерство охраны здоровья. А за пределами Рады четверо митингующих, так и не дождавшись реакции Минздрава, решились на радикальные действия. Объявили бессрочную голодовку и предъявили требования. Озвучил их Михаил Волынец. Пока так и неизвестно, успеют ли депутаты проголосовать законопроект до начала летних каникул. Завтра последний сессионный день, если, конечно, работа Рады не будет продлена. Наталья Савченко, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Впрочем, депутатам вечером было явно не до проблемы с кулапов. На кону в повестке дня поправки в бюджет на миллиарды гривен и представление ГПО о лишении иммунитета Михаила Добкина. Что решили? Далее в сюжете. Изменить бюджет и перераспределить миллиарды гривен по отраслям. Принять пенсионную реформу и в первом чтении рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с нардепа Михаила Добкина. Планы на два часа работы парламентариев наполеоновские. Ведь только на лишение иммунитета нужна около часа. Пока ждут начало заседания, в кулуарах вспоминают о коррупционном деле Игоря Масичука. Я хочу передать слово людині, яка фігурувала у справи Масичука, яку на экранах всіх телевізорів нашої країни і за кордоном бачили десятки мільйонів українців. Ця людина стурбована тим, що Генеральна прокуратура і НАБУ, на жаль, не продовжують розслідування у справи Масичука, саботують таке розслідування, більше того, вдаються до обслуговування ганебних кулуарних домовленостей радикальної партії і влади. Я є заявником по справі Масичука. Відео, яке представив Шокін в Верховній Раді, на ньому є я і Масичук. Масичук з мене вимагав гроші та отримав їх. Я хочу звернутися до Луценка, Генерального прокурора України. Я хочу, щоб Луценко довів справу до логічного кінця, до суду. І прошу вас, всіх народних депутатів, зняти недоторгані своїми голосуваннями з Масичука. Також я запрошую Ляшка, який кричить, що він чесний, Масичука, який кричить, що не брав у мене гроші, та Лозового пройти поліграф на всю Україну. Ровно в 16.00. Начинається засідання. На нього прийшов і прем'єр. Просить парламентарія в прийняті пенсіонної реформу і змінення в бюджет. Ми починаємо розгляд найважливіших питань для нашої країни. С одного боку, це розгляд питання про зміни до бюджету на 2017 рік. Які були подані Верховною Радою України урядом, які передбачають фінансування ряду важливих програм. Починаючи від підхи субсидій, закінчуючи розширенням програм безкоштовних ліків, а також лікування важкохворих за кордоном. Багато інших різних соціальних програм, в тому числі і підтримка нашої безпеки і оборони. Дуже важливо, щоб сьогодні, в останній день цієї сесії пленарної, ми змогли прийняти всі необхідні рішення. Поправок до второму чтенні більше трьох сотень. Некоторі депутатів визмущають. Я хочу, щоб люди усвідомили, що давною вправкою нам перепонується в черговий раз дерибан грошей, які будуть направлені на зміцнення поліцейської держави. В той час, як, наприклад, у нас глобальне недофінансування медичної галузі, де медики отримують мізерні заробітні плати, а ми направляємо гроші, мільярди, на національну поліцію, ми направляємо сотні мільйонів гривень на будівництво так званої стіни. Тому я прошу зал не підтримувати цей дерибан і відхилити дану проправку. Але зал не прислушався і поправку протянули. Тому нацполіція доповнительно із денег Януковича получить почти мільярд, а в стіну закопають ще плюс 300 мільйонів. Більше часу депутати обсуждали документ і в відтогі єле-єле насобирали необхідний мінімум. Увидев, що времени на запланировані не також і багато, спікер і прем'єр попросили депутатів продовжити роботу до 9 вечора. Рішення в інтересах українських пенсіонерів, рішення, які захищають людей праці, я глибокопереконний в тому, що всі ми обираємось для того, щоб нам не соромно було дивитися людям в очі. І це саме те рішення, які дозволили нам вже з 1 жовтня 2017 року зробити те, що ніхто до нас ніколи не робив. Змінити пенсійну систему в інтересах українських пенсіонерів. За доповнительні три часа роботи депутати дважды не проголосували. Спікер почав торговатися. Продовжити роботу до 9 вечора. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Продовжити роботу до 9 вечора. Зараз буде ново торканість. Двісно треті за рішення прийнято. Після цього приступили к представлению о снятии неприкосновенності з Михаила Добкина. Його підозревають в мошенничестві з землєю в Харкові, ще коли тот був городським головою в 2008 році. Обсуждали представление ГПУ більше часа. Ви тогі з Добкина все ж неприкосновенность сняли. Інна Томіна, Анна Каменева, Владимир Самченко, Сергій Ерєменко. Подробності телеканал «Интер». Собственно, о том, як проходило голосування о снятии неприкосновенності з Михаила Добкина, які аргументу звучали, расскажет Анна Каменева. Анна, знаходиться в парламенті. Ай, здравствуй, расскажи все подробности, які рішення є. Тебе слово. Добкин, Михайло Маркович, діючий умисно, в інтересах третьих осіб, сприяв зазначенным особам, забудовникам міста Харкова в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території міста Харкова шляхом шахрайства. Сесія без розгляду на відповідність земельній комісії проголосувала за виділення шахраям земельних ділянок загальної площію понад 77 гектарів. Сам Добкин свою вину не признает, але при цьому заявляє, готов проголосувати за снятие з себя неприкосновенностей. Дескать, готов оставати свою позицію в суді. Генеральний прокурор, поддерживая претензії следователя, обвиняв мене тільки словами, не предоставив ні одного документа, ні одного доказательства того, що був нарушений закон. Я абсолютно уверен, що Харковський городський совет, який працював во времена, коли я був Харковським городським головой, не принял ні одного противозаконного решення. Я розумію істинну цель прокуратуры. Вони не доведуть це дело до суда. Це дело рассыплються в ході досудебного следствия. Головна їх задача – спрятати мене в СИЗО і говорити, що у них є очередна победа, і поставити галочку. Я прошу депутатський корпус, якщо це дозволяє процедуру, прекратити це позорне дійсство. Я призываю депутатський корпус проголосувати за снятие мене депутатської неприкосновенності. Я сам буду за це голосувати. Після полутора часів обсуждення, випроси і відпові перешли до голосування. А вот як нажимали кнопки депутата, предлагаю посмотреть без комментариев. Перший випрос на голосуванні – о снятии неприкосновенності. 250 за, речення приняте. 242 за, речення приняте. То есть, получается, Рада дала добро і на снятие неприкосновенності с Михаила Добкина, і на його задержання, і на арест. После цього журналистам удалось пообщаться с парламентарием. Вот що він сказав. Я абсолютно не сомневався і ще неделю назад говорив, що єдинний чоловік, кому дадуть розрішення на арест і задержання – це буду я. Я не пророк, я просто завжди аналізую. Ісходя з тих выступлень, які ви слухали с трибуної Верховної Ради, ви не слухали нічого, що подтверджало правильність перед'явленнями претензій со сторони генерального прокурора. Це була чиста політика. Для того, щоб ви розуміли, що сьогодні відбували, що сьогодні відбувалися, як голосував Народний фронт за Розенблата і за Полякова, ісходя з того фільма, який ви бачили всі. І посмотріте, як голосував сьогодні Народний фронт і блок Петра Порошенка за мене, ісходя з того, що ні одного доказательства моєї вини під'явлено не було. Я ожидав, звісно, що мене арестують прямо тут, на виході, але, видно, мученика при житті вони з мене робити не захотіли, розуміючи, скільки вас тут знаходиться. Тому вирішили завтра мене звати в генеральну прокуратуру. Хочу звернути ваше увагу, що мені дали час завтра до 14.00. Я нахожусь в хорошій фізичній формі, з здоров'ю у мене, фу-фу-фу, все нормально, на больничку я не собираюсь, одеяло клетчато я брати собою не собираюсь. Я пойду туди, куди вони мене хочуть відправити. Конечно же, буду пытатися защититися так, щоб показати всю низість і подлость вот цих людей, які понабиралися власть і не знаю, що з нею делать. Генпрокурор, в свою очередь, заявив, що задерживати народного депутата прямо в ситіонному залі прокуратура не має права. Сам Добкин после общення з журналистами відправився для встречи з адвокатами і пообіць, що завтра в 14.00 прибудет на допрос в ГПУ. А вот генпрокурор Юрий Луценко заявив, що там, можливо, не исключено, що йому вручат подозрення, і що завтра буде суд. Требувати прокуратура буде арест, за що вже проголосовала Рада, чи залог на суму ущерба, яка ця сума, Луценко не уточнил. Але на цьому історія з подозреннями не закінчилась. Юрий Луценко вызвал в отдельний кабінет фронтовика Максима Полякова і члена, бувшого члена БПП Борислава Розенблата. Напомню, вовторник з них сняла Рада неприкосновенность, але при цьому не дала добро на задержання і арест. А вот в сесіонному зале напоследок занялись пенсіонной реформою і приняли її в першому чтенні 282 за. Ну а потім долго обсуждали, ставить ли на голосування медицинскую реформу, але витоги решили це дело отложити. На этом і разошлись. Катя. Ань, спасибо тебе за інформацію. Анна Каменева рассказала подробності розсотворення представлення ГПО о снятии неприкосновенності з Михаила Добкина. А пока на Грушевского договаривали, сблокировали і митинговали на Банкова, і президенту Петру Порошенку европейські гости вручали заветну папку. Текст соглашения об ассоціации Украина-ЕС. Документ, в который предусматривает существенные преобразования. Как оценивают в Брюсселе реформы Киева, за що хвалят і за що критикуют? В сюжете Александра Васильченко. Заседание 19-го пленарного саммита Украина-ЕС. На встречу приехали лідери европейской политики. Во главе председатель Совета ЕС Дональд Тузкий, глава Еврокомиссії Жан-Лот Юнкер. Их сопровождают вице-президент Еврокомиссії Федерико Магерини и Валдис Домбровскис, а также еврокомиссары Йохансенс Хан и Сесилия Маймстрем. Главный вопрос встречи – ратификация соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. После завершения председатель Совета Евросоюза Дональд Тузк перед десятками камер обратился к президенту Украины Петру Порошенко. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью и передать вам документ «Это окончательное решение ЕС о ратификации соглашения об ассоциации. Мои поздравления». В свою очередь, украинский лидер пообещал следовать европейскому выбору. «Это главным документом, который характеризует сотрудничество Украины и Европейского Союза. Угода про ассоциацию. Все формулирования, которые довольняют Украину, которые довольняют Европейский Союз, отображены в этом документе. И Украина не пьет ни на какие компромиссы, что до наших европейских планов, которые зафиксованы в угоде про ассоциацию». Обсудили на саммите и политику России в отношении Украины. Петр Порошенко заявил, на оккупированных территориях и в российских тюрьмах много наших пленных и политзаключенных. Лидеры Евросоюза в который раз подтвердили, что ЕС никогда не признает аннексию Крыма. «Думаю, что очень символично, что в свой день народжения крымчанин Олег Сенцов до сих незаконно перебывает в российской вязнице. Подкреслю нашу спильную ответственность за долю всех украинских граждан, которые получают Россию в качестве заручников на Донбассе, в Крыму и безусловно в Российской Федерации». «Я призываю немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, которые находятся в России или в аннексированном Крыму». Обсудили президенты и возможность долгосрочной поддержки, а также экономического развития Украины, применив так называемый план Маршала. Воплощать в жизнь его планируют уже со следующего года. Еще одно перспективное направление – возможное присоединение к таможенному союзу с ЕС. А это уже вступление в шенгенскую зону и выход на европейские рынки. Это сильный стимул для реализации экономических, социальных, секторальных и других реформ увеличения нашей общей торговли и инвестиций. Стремление украинцев к евроинтеграции в ЕС поддерживает, заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. За последние три года Киев продемонстрировал прогресс в реформах, но уровень коррупции в Украине до сих пор остается высоким. Антикоррупционный суд так и не создан, но и тут европейцы идут навстречу. Просят создать хотя бы социальную антикоррупционную палату в рамках суда. Тема коррупции важна для граждан, и это надо ускорить. Но не надо преуменьшать, что есть определенный диалог, дебаты между Украиной и ЕС. Вопрос вашей репутации. Таким образом, необходимо активизировать борьбу с коррупцией. Ваше важнейшее задание сегодня – побудовать вас в частной державе, как опекуется про своих граждан, опирается коррупцией и шануя на высшие стандарты суспильного жития. Вопрос об очередном транше ЕС тоже напрямую связан с темой борьбы с коррупцией. Если будут существенные изменения, Киев сможет получить еще 6 миллионов евро в декабре этого года. Александр Васильченко, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал Интер. И к слову о коррупции. Десятки изъятых документов – таковы результаты обыска во Львовской мэрии. Вчера СБУ нацполиция 11 часов обыскивали кабинеты чиновников, а также их квартиры. Искали документы по афере века. Так называют схему, по которой 40 объектов недвижимости в центре Львова перешли из коммунальной в частную собственность. Изъяли договоры аренды и справочную информацию. В июне полиция задержала двух подозреваемых по этому делу и еще трое в розыске. Уголовное производство открыли в отношении чиновников Львовской мэрии. Мол, те сообщили о махинации в полицию слишком поздно, когда аферисты уже скрылись. Впрочем, подозрения пока никому не предъявили. С липня до конца года, когда эти объекты активно отчуживались, в дальнейшем перепродавались, я могу констатовать, что належный контроль не справился. Мы уже работаем эффективно с теми документами, которые получили вчера в ходе обшуков. И часть из документов, которые нас интересуют, мы имеем их уже в наявности. Меня очень осторожает и обурюет, что на сегодня до управления коммунальной властности, которое само заявило, сказало, что вкрали ману, само, доведавшись про это, само начало кричать гвалт, пришли с обшуком. А фигуранты справы, злочинцы, которые вкрали это ману, на сегодня вольны, спокойно ходят на улице. Как борются с коррупцией в мире? В Бразилии осудили президента бывшего. Приковор 9,5 лет тюрьмы. Скандал разразился 3 года назад, когда Лулу, Дасилва и его жена не задекларировали роскошный пентхаус, а также получили откат миллион долларов за продвижение интересов строительной компании. Свою вину Дасилва не признает, его адвокаты уже готовят апелляцию. До ее рассмотрения, согласно бразильским законам, экс-президент будет на свободе. Израиль на пороге крупнейшего коррупционного скандала в истории. Местные правоохранители заинтересовались контрактами Минобороны с Германией. Речь идет о покупке подводных лодок и боевых кораблей для военно-морских сил. В чем суть подозрений, знает наш израильский СЭПКОР Сергей Ослендер. Драматический прорыв в деле 3000. Так пишет о ходе расследования сегодняшняя израильская пресса. Арестованы 6 человек. Среди них приближенный премьера Нитаньягу, известный бизнесмен и несколько высокопоставленных чиновников. Я напомню, что полиция совместно с налоговым управлением и службой безопасности расследует подозрения на коррупцию при заключении контракта на поставку из Германии боевых субмарин. Подводные лодки класса «Дельфин» – самое мощное оружие, которым располагает Израиль, но и самое дорогое. Каждый корабль стоит порядка 700 миллионов долларов. Строят их на верфях в немецком городе Кили в составе израильских ВМС. Сегодня 6 таких подводных лодок. Вот во время получения последней, собственно, и разгорелся скандал. Журналисты выяснили, что контракт был заключен без конкурса, что категорически запрещено законодательством, особенно учитывая сумму. Кроме того, оказалось, что в переговорах участвовал личный адвокат Нетаньягу, который якобы получил за это приличную сумму денег. Премьер решил сам прокомментировать эту историю и отверг все обвинения. Безопасность Израиля требует покупки подводных лодок и усиления флота. Это система стратегического оружия, которая гарантирует наше будущее и наше существование государства Израиль на следующее десятилетие. В правительстве говорят, первые две лодки Израиль получила в Германии совершенно бесплатно в качестве возмещения морального долга за Холокост. Соответственно, вся береговая инфраструктура флота, программы подготовки экипажей, тренажеры, все было приспособлено именно для кораблей этого типа, поэтому менять его нет никакого смысла. Кроме того, по мнению многих авторитетных экспертов, дельфины считаются лучшими в своем классе. Они способны нести ядерное оружие и сильно повлияли на баланс сил в регионе в пользу еврейского государства. Но в ходе расследования выяснился такой факт. Израиль собирается закупить в Германии еще четыре надводных корабля и опять без всякого конкурса. Но вот только дарить их никто уже не собирается, а сумма контракта тоже весьма впечатляющая. Речь идет о сотнях миллионов долларов, а вот строят такие корабли как раз многие страны и есть из чего выбирать. Поэтому для выяснения подробностей заключения этих контрактов была создана специальная комиссия. Так решил юридический советник правительства. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Боевики продолжают стрелять по мирным жителям на Донбассе. В Марьинке минувшей ночью снарядами разрушили четыре частных дома. Обстреливают и позиции украинских военных. Сюжет нашего военкора Ирины Баглай. Донбассские степи, крутые балки, ландшафт возле Дебальцева не позволяют боевикам приблизиться к украинским позициям. Поэтому российские наемники простреливают наши опорные пункты из крупнокалиберного оружия. Перемирие днем. А вот с наступлением сумерек над степью снова летят вражеские пули и снаряды пушек БМП. Бьют боевики с двух направлений. С третьего начинает работать снайперская группа. Вот оттуда потихонечку подходят люди и направление вот сожженная бэха оттуда лупит по нам снайпер. Где-то по горизонту вот у него там две-три лёжки есть. Он с одной ударит, перейдёт на другую, другую ударит. И так это, ну, грамотно работает. По данным нашей разведки в окрестностях Дебальцево на днях прибыла многочисленная группировка профессиональных снайперов. Как в тире стреляют по украинским пехотинцам. До 30 человек там, всевозможные, это вот снайперские группы. Вот они работают там по всему направлению, вот здесь вот. Это отрабатывают учения. Недавно застрелили парня во время, когда он копал позиции. То есть это не пулемётчик, это не офицер, это не снайпер. Это просто вот человек, который находился там на земляных работах. Закаменелая земля, сланец. Не каждая взрывчатка возьмёт эту породу. А вот бойцам приходится кирками и лопатами закапываться поглубже, чтобы обеспечить себе безопасность. Готовые к вражеским обстрелам украинские пехотинцы предусмотрительно вырыли укрытие и вдоль самой опасной тропы, по которой не раз приходилось добираться до передового рубежа. Чтоб можно было упасть и укрыться. А накануне боевики, откровенно пренебрегая договорённостями, нарушили хлебное перемирие. Утро на Светлодарской дуге украинские солдаты и жители села Луганское встретили под выстрелы вражеского танка. Вчера, где-то в четвертую ранку, выехал танк и сделал больше десяти пострелов. Целились по наших позициях, но, поскольку мы защищаем населенные пункты, как бы за нами есть населенные пункты, то они не думают, они могут потрапить, их выстрелы обовязково потрапляют и в населенные пункты, в которых достижит цивильное населенное. В этот раз никто из местных жителей не пострадал. Выдержала удар и украинская пехота. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Около тысячи терактов произошло в Украине с начала российской агрессии. Больше половины в Донецкой и Луганской областях. Такие данные сообщили в СБУ. Открыто почти 900 уголовных производств, причём эта цифра включает и обстрелы жилых домов, поскольку все они квалифицируются как теракт. Поговорили, но не договорились. Напряжённость между Россией и Альянсом возрастает. Подтверждением этому встреча в Брюсселе Совета Россия-НАТО. Основное разногласие – ситуация в Украине. Продолжит Елена Абрамович. Выясняли отношения традиционно дольше, чем планировалось. Пресс-конференция Генсека-НАТО началась с опозданием почти на час. Накануне брюссельские медиа со ссылкой на дипломатов писали, НАТО выразит недовольство опасными манёврами российских пилотов над Балтикой. Вопросы есть и к военным учениям России «Запад-2017». У нас есть все основания полагать, что участвовать в учениях будет значительно больше военных, чем было указано официально. Поэтому мы призываем Россию соблюдать венский документ. Согласно венскому документу, Россия должна приглашать на учения наблюдателей ОБСЕ, если количество военных превышает 13 тысяч. В НАТО подозревают, что Кремль планирует привлечь 100 тысяч. Россия традиционно отрицает. Было очень много домыслов относительно того, что эти учения будут использованы для скрытой концентрации сил, для реализации каких-то агрессивных намерений в отношении отдельных стран НАТО и так далее и тому подобное. И сегодня наши военные дали соответствующий брифинг. В то же время Москва обеспокоена со своей стороны наращиванием сил НАТО на восточном фланге. В альянсе это называют оборонительными действиями. Еще одна тема, по которой у сторон нет понимания – Украина. Вопрос Крыма и конфликт на востоке Украины остаются точками противостояния. Тяжелое вооружение не отвели из зоны конфликта. Минские соглашения – лучший вариант для решения конфликта, но их нужно выполнить. А наблюдателям ОБСЕ предоставить возможность беспрепятственно работать. Собственно, из-за украинского вопроса диалог России и НАТО и стал максимально напряженным. В 2014-м стороны прекратили любые контакты. Через два года восстановили, но только политический диалог. А вот о возобновлении военного сотрудничества пока не может быть. И речи убеждены в альянсе. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер. Всемирный банк призывает Украину отменить мораторий на продажу сельхозземель. Иначе под вопросом окажется помощь со стороны банка. Там советуют от моратории отказаться до января. И напоминают, в Украину банк вложил уже 10 миллиардов долларов и готов помогать дальше. Ренеер ушел, вернуться не обещал. Но в Борисполе ждут. Директор аэропорта сегодня выступил с неожиданным заявлением. Лоукостер отказался работать в Украине. Однако переговоры продолжаются в режиме паузы. Отыскать логику в заявлениях Павла Рябикина пыталась Юлия Жешко. Уход перландского перевозчика всего лишь стратегический ход. Так теперь говорит гендиректор Борисполя. Павел Рябикин утверждает, переговоры с Ренеер никогда не прекращались. Могу сказать, что это не выход из переговоров, это их форма продолжения переговоров. Практически очень много случаев в мире, когда компания использует политические рычаги для вхождения на рынок. Рябикин говорит, лоукостеры должны прийти в Украину обязательно, в том числе и Район Эйр. Хотя еще в начале недели Рябикин уверял, договор с Район Эйр подписывать нельзя. Он не будет подписан только по одной причине. Потому что для нас, как для государственного предприятия и как для государства этот контракт будет невыгоден. В том, что переговоры с Район Эйр закончились громким скандалом, Рябикин теперь винит политиков. Главным образом министра инфраструктуры Владимира Амеляна, который попросил Кабмин об увольнении гендиректора. Я не думаю, что министр не владеет ситуацией. Ему не надо согласие Кабминета министров на мое увольнение. У нас есть контракт, подписанный между Министерством инфраструктуры с одной стороны в лице министра и мною с другой стороны. Достаточно начать инициировать расторжение этого контракта и этого будет достаточно. Зачем обращаться в Кабминет министров, я не знаю. Почему не уволен гендиректор Борисполя, нам рассказал сам Владимир Амелян. Впрочем, в отставку Павел Рябикин в любом случае не собирается, поскольку снова занят переговорами с Райан Эйр. Хотя в ответе на вопрос, когда состоится следующая встреча с руководством Лоукоста, теряется. Знаете, пока никакой даты нет. На сегодняшний день мы находимся на статии, когда мы констатировали письменно все принципиально вопросы, по которым мы не сходимся. Мы их финализировали и отправили. Ждем ответа. Сколько продлится режим ожидания, гендиректор пока тоже не знает. Юлия Жешко, Данил Косаковский. Подробности телеканал Интер. Министр инфраструктуры Владимир Амелян завтра будет гостем программы подробности недели с Алексеем Лихманом. Надеюсь, он прояснит ситуацию вокруг ухода Лоукостера. Не пропустите. А наш выпуск на этом завершен. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин